Всем доброе утро! Здравствуйте! Максим Цыгвинцев, кулинарная школа Папина Кухня. И это ланчбокс на РБК Перми. Сегодня готовим интернациональный завтрак. У нас будет картофель, друзья мои. Картофель, ну, везде его любят, везде его готовят. И я сегодня предложу вам на суд свое такое вот блюдо. Это не то драники, не то кракеты, не то хашбраун. В общем, названий много, да, а по сути картошка. Но немножко вот с моей изюминкой расскажу вам, как это делаю я. Поделюсь с вами своими секретами. Значит, у меня здесь картофель. Но если на драники берут сырой картофель, то здесь картошка подварена. Она плотная, не разварена вот прям в кашу, да, в пюре. А именно подварена немножечко. Я ее натираю на крупной терке. Да и, в принципе, рецепт не сложен, но очень вкусен. Здесь сразу смесь трех направлений. Американской кухни, французской и белорусской. Представляете, какой замес, да, получается. Эти мои каркетики попробовала очень много уже народу. Я их часто делаю. И, поверьте, еще ни одного не было плохого отзыва. Так, ну а сейчас пошли, так сказать, мои фишки, да. Я к этому картофелю добавлю еще белковую составляющую. В данном случае это будет бекон. Но только бекон я жир удалю у него, чтобы лишний, да, не употреблять. И нарежу его мелким таким аккуратным кубиком. То есть вы поняли, да, уже, что мы вот в этот фарш из картофеля вмешаем бекон. И он там такими вкраплениями будет. Бекон нарезан, отправляется к картофелю. Дальше я натру туда пару зубчиков чесночка. Дальше я добавлю свежий ароматный тимьян. Я не пользуюсь сухими специями, да, пряностями. Я беру всегда, если травка, то пусть она будет свежая. Куда отправляется? Побольше тимьяна не жалейте. Ну, конечно, обязательно поперчим свежемолотый перец и соль посолить. Все, теперь нужно это дело перемешать равномерно ручками. Вот смотрите, если вы хотите сделать хашбраун, то он делается одним большим пластом. Прям берете вот этот вот весь комочек на сковородку, прессуете. И обжариваете с двух сторон. Но я поступлю немножко по-другому. Я сделаю такие эстетически красивые кракеты. Я возьму муку, подпылю поверхность стола, досочки. Вот так вот. Возьму небольшой фрагмент. Скатаю шарик. Вот они, вкрапления, видите, бекона. Хорошо. Обваляю его в муке. И смотрите, я вот так вот его стукаю по кракетику в сторонке. И вот так вот формую. Смотрите. Здорово. Все, продолжаю делать тут точно так же. Три идеально ровных кракета у меня получилось. И вот этот жир, смотрите, который у меня остался, да, после бекона, я сейчас немножко подтоплю на сковородке и на нем буду жарить эти кракеты. Представляете, аромат вот этого бекончика перейдет весь еще больше нашей кракетики. Положу на холодную сковородку и чуть-чуть подплавлю. Вот, смотрите, друзья, сколько мы вытопили жира с наших вот этих вот жировых вот этих бекончиков. Все, мне достаточно. И добавлю теперь уже хороший вкусный жир, сливочное масло. Все, температура невысокая. И я выкладываю кракеты на сковородку. Мне нужно просто обжарить их, чтобы корочка была красивая снаружи и чуть-чуть прогреть внутри. Так, ну что, мои кракеты обжарились. И я спокойно перекладываю их в такую вот красивую тарелку. Осталось только украсить. Конечно, сметана очень вкусно. Ну и моя любимая микрозелень. Друзья мои, потрясающе вкусное блюдо из картофеля буквально за какие-то 10 минут на ваших глазах я сделал для того, чтобы вы смогли повторить его у себя дома. Приятного вам аппетита! Ваш Максим Цыглинцев, телеканал РБК. Теперь ланч бокс.